В преддверии 75-й годовщины освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков историко-краеведческий музей проводит для школьников экскурсии по местам боевой славы города Славянска-на-Кубани. Учащимся 3-х и 4-х классов школы номер 46 с хутора Нищадимовского показали памятные места для всех славянцев. Это памятник Таманской армии, памятный знак по улице Совхозной 1, где 23 марта в 1943 году бойцы советской армии форсировали реку Протоку. Ученики побывали также в памятниках погибшим освободителям и умершим солдатам в госпиталях. До оккупации, после оккупации на территории нашей станицы Славянской здесь работали военные госпитали, где лечили и летчиков, которые служили на территории нашей станицы 1943 года, и бойцы, которые с фронта сюда попадали с разными ранениями. И у многих были такие раны, которые, несмотря на попытки врачей их как-то помочь им выздороветь, выжить, не выживали. То есть раны были не совместимы с жизнью. И вот тем нашим как раз-таки советским бойцам, которые погибли, умерли от ран в госпиталях, да, в лечебных учреждениях, и установлен этот памятник. Но в этом памятнике, на этом памятнике, на памятных плитах, где есть списки, видите, захороненных, списки бойцов, которые захоронены были, на разных местах, вот в разных захоронениях этого кладбища. Потом было, ребята, много захоронений, разбросанных на территории нашей станицы Славянской. Вот. И эти имена погибших наших бойцов, они тоже сюда вот включены. Во время экскурсии сотрудница музея рассказала ребятам об освобождении станицы Славянска от немецко-фашистских захватчиков. В завершении ребята прогулялись по парку «40 лет победы» и узнали историю его монументов и памятников. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».